всем привет ну ладно ситуация такая что учить свет на ю тубе я запустить трансляцию не могу не имею технической возможности не пускает вообще никак никаким образом и вчера пробовал здесь запись тоже не сохраняется поэтому буду как есть вот время водка есть да чтоб тебя а сейчас вот так я поставлю саш привет саня привет так слушает саша слушай у меня хоть видно нет так сейчас минуту ну так поживее да так поживее поживее и потеплее в москве тоже холодно я короче с этого зоопарка конечно офигеваю все все вот как бы кто бы чего бы не говорил первые вторые третьи четвертые лица государства организации чего не неважно блогеров а все вокруг добычи ресурсов закручено то есть говорим мы одно а когда копнешь вглубь то упираемся мы всегда только в добычу ресурсов не на какое-то созидание там до сделать планету там чище лучше не знаю будет ли на нашей улице праздник наверно будет когда-то кстати я здесь уже полтора месяца взлет капитанов каких-то капитанов я не остановился своих поисках не остановился своих изысканиях не остановился своем пути когда нужно я я анти блогер я же не пиарю себя ладно вот так те кто в записи слушает или смотрит не обращайте внимание на провалы я прислушиваюсь просто что к 30 и у стен есть уши поэтому вынужден вести трансляцию ну с того места где я нахожусь ну не совсем удобно ну не совсем удобно вот говорю в полголоса немножко охрип простыл сердце кстати стало подводить но это все конечно нагрузки не запредельные но серьезные так вот вот николай стал участниками трансляции но ребята я что начал трансляцию на ю-тубе никак не могу запустить эфир не дает система выбрасываю как хочешь с кпн с без випе вот здесь я тоже не факт что сохранится видео но хотя бы здесь сохранится аудиозапись и люди прослушали так вот я офигеваю офигеваю с этого зоопарка даже не в том что у кого-то рамки авторитет блин у кого-то в танковой башке блин терраформация одна у кого-то вольные каменщики титаны блин а вольные каменщики масоны обо всем по порядку по порядку так и вае с этого зоопарка что говорить говорим мы много цивилизаций и ежегодные послания и разные такие и другие вещи но все равно один френ все заточено под добычу куда вот как какие бы высокие моменты бы не транслировались не деклалировались все все равно упрется в добычу ресурсов в добычу и в грабеж ладно поехали обо всем по порядку боги а что мы здесь все делаем да первая часть была люди а эта часть боги я стал в оригинале вот то есть взять сказания о титанах которые я рекомендовал но самое что поразительное мне попалась аудио запись в ютубе ну обычно перекладывают на аудио да книга и я начал это прослушивать с самого начала и что-то я на забытых руинах такого не слышал или я пропустил или может быть это сознательно сказаниях о титанах на забытых руинах не проговорено так вот я прям дословно читал и выписывал начинают двигаться начинает начинает двигаться начинает это самое картинка сейчас свет включу ладно мы же не ради картинки а ради информации дословно выписанных сказания о титанах голосов керпу книги собраны древнегреческие сказания они отражают события происходившие согласно мифологии в момент перехода власти от титанов уронидов к обитателям олимпа богам кромидам древнегреческие мифы приметей древсоборец это я так для себя выписывал пабло сказания о титанах развивается главным образом на фоне борьбы старшего поколения богов бессмертных титанов уронидов первое поколение богов рожденных на уране от уранов бессмертных титанов уронидов с младшим поколением богов гранидами титаномахи центральной фигурой вокруг которой объединены титаны является крон так надо понять урониды они или крониды оба здесь разве не соответствуют не логизм, да? а титаны объединены вокруг крона вокруг сатурна вокруг сатурна центральной фигурой круга кронидов является сын крона молниевержец зевс ну вообще родственники прямые крон не извергнут в тартар наступает господство олимпийского пантеона тут же рядом с титанами возникают новые исполины дети земли змееногие человекообразные существа гиганты титаническое и гигантическое переплетается хотя гиганты смертны а титаны бессмертны где перед нами титаны? все голосовки пишут в начале своих книг замещение образов иногда с сохранением имен отличия титанов от гигантов разумеет ну и потом от титанов богов к титанам чудовищам ну че не можешь же захватить да объяви врага не начни уничтожать титаны объявляются чудовищами и начинается их тотальное уничтожение и тогда боги порождают смертных героев полубогов чтобы уничтожить титанов гиганты гиганты да античная цивилизация антикуе после стирания титаны исполины нефилимы нефилимы упадшие колоссалы и так для чего это все описано потому что все сказание о титанах оно не о титанах о титанах вообще ничего практически неизвестно а вот эти вот аля война между олимпийцами якобы и титанами которых далее в сказаниях о титанах вот этих змея но их объявляют титанами ну подождите ну они же гиганты вот мы голосовки вот так вот пишем они же гиганты то есть это не титаны тогда кто с кем воевал кто с кем воевал если титанов уже не было если титанов уже не было если гиганты змееноги с кем воевали ну как прима на нашем канале написала тогда что может они не это не змееноги а осьминоги осьминоги может быть это морские но если мы логически рассуждать будем все же очень просто а вот эти нейронные связи они легко перестраиваться и управляют как тем что что знакомо поэтому если морские захотели сделать некие био объекты способные находиться на поверхности земли то какие ноги у них будут понятно как щупальцу осьминога ну логика просто железная и как надо было воевать что не осталось победителей я просто накидываю к размышлениям вы поймите что победителей нет олимпийцы победили да неких титанов и так разнесли в хлам все что и сами не смогли в этой среде жить а где победители так может титаны раньше погибли а олимпийцы как второе поколение богов воевала не с титанами а с некими а с неногоподобными да ну какой интересный вопрос ладно вспоминаем библию мы же знаете что есть морское право и морским правом до сих пор управляется вся земля то есть римское право это тоже морское право морское право потоп всемирный потоп я уже рассказывал свою версию да кто такие Адам и Ева те которые призваны были повлиять на цивилизацию не повлияли не смогли потому что и жили в то время на земле исполины славные люди о китаны да в голосовке возвращаемся титанов уранидов с младшим поколением богов кромидами центральной фигурой вокруг которой объединенные титаны является кром старший и младший все равно кром а что-то где-то кто-то что-то недоговаривает на забытых руинах каждый день выходит по несколько материалов растет аудитория идет финансовая мощная поддержка зачем не носится с шунгитом бля этот нам впаривает что нет он сам в этой вере но у нас масоны кто больные комички цивилизация разрушена че каинская каин начал строить города ладно я опять перескочил я то все это проработал и уложил у себя в голове и понимаю что надо делать более расширим все эти вещи для себя я готовился готовился в месяц хочу снять кратко для себя написал ладно возвращаемся к потоку 40 дней ночей шел дождь вы все знаете как ну и построил ковчег давайте буквально понимать вода с неба падала когда упала вода вернули короче тех избранных а потом значит ну вода сошла в некие полости заполнила у нас уровень мирового герна поднялся на несколько метров где-то на 100 метров да континентальные шельфы затоплены да там города тоже ну понятно вода с неба откуда она взялась теперь давайте разбираться буквально она с неба вот вот если массу воды притаранить с собой и вылить ее около орбиты земли то земля себе ее притянет вода распределится вокруг шарика и будет выпадать дождем да случается всемирный поток от титанов тогда победили то есть потом добили случается потоп ну не можешь захватить да технология запределена она четко понимает что если у нас луна полная полная луна полная луна полная да мы про луну уже давно говорим то это как раз резервуар который притащил то количество воды которое в первые дни полностью покрыло воду землю закрыло землю потом уже когда она просочилась во все эти полости немножко упало кто-то все равно остался живой ну а тех уже добить было легко я буквально понимаю и после потопа возникает морское право то есть символ верховной власти у посейдона у какого-то черта с рогами морского дьявола который захватил водную среду земную среду и среду духов вероятно пока предположение но это прямая связь после потопа морской правы и мы сейчас по какому праву живем? по праву по правилам захватчиков мы сейчас думаем ну где они? спрятались да? захватчики вон они в океанах мы туда ниже 300 метров проникнуть то не можем потому что ни одна субмарина туда не проникает а один глубоководный аппарат мир который опустился на дно Марианской впадины 11 с лишним километров то он всего один такой почему он конечно там был или не был еще вопрос это как у американцев были на луне или не были поехали дальше слушай освобождается и вот они избранные да? потомки ноя авель Каин там 5-е 10-е Каин строит города но это до ноя еще было да? но мы потом видим наследие вот то что сейчас выдается за титаническое наследие города из камня а кто у нас вольные каменщики масоны а кто у нас масоны прислужники захватчиков то есть прямая логическая связь причина следственная связь цепочка логическая здесь я думаю вы понимаете здесь я думаю вы поняли о чем я хотел вам рассказать то есть кто захватил а ну да где вода откуда вода поделась ну думаю что какая-то планета или они сами издалека с этой водой пришли то есть как они технология захвата планеты если это именно морские и они таким образом захватывают планеты вернее не то что морские оживущие в воде там все технологии запредельные потому что все эти квакеры макеры встречи с неопознанными и вылетающие тарелки неопознанные летающие объекты из воды ребят вот они они же вот они ну почему их не видим у них мы не увидим а чтобы работать на поверхности они используют нас как свой инструмент а мы все живем по морскому праву по их правам по их правам каменщики каменщики ну и вот поэтому прислужники они каменщики есть и я еще раз скажу что раз там нет никакой инфраструктуры кроме как развлекательной и лакшери города это были господа и не надо мне тут говорить вернее я не вон что там была энергия другая более пластичная была материя да блять посмотрите что это реально в самом охуительном месте стояли города каменные а вот кто их обслуживал кто был рабом это другой вопрос на нашей стороне да ничего не сохранилось потому что мы каменных городок не строили но он из дерева все строили дерево сгнилось сгорело все нет ничего больше ладно Венера может быть Венера была она же уходила куда-то тем кто слушает или смотрит впервые ничего не понять это все по стримам я вспомнил я вспоминаю наши стримы с мыльником то что я говорил оно практически на сто процентов подтверждается я про Венеру да я же я же постоянно про Венеру так вот Венера она уходила и потом вернулась есть вопрос на который у меня пока нет ответа воду с Венеры это Венера была полностью морской перенесли стасали внутрь лун а потом вылили на землю и таким образом они достигли они захватили планету и новую среду обитания для себя здесь же логично если они для себя рассматривают планету как новую среду обитания то что нужно сделать с той цивилизацией которую ее нужно подавить они и подавили цивилизацию если они планеты захватывают но и их оправдывать как вроде как оправдать и надеваться не было ни хера себе ладно вопрос остается открытым Венере еще вернемся вот просто какая звезда на востоке возникает вот христианство да и родится младенец и и вифлеемская звезда будет вести и влах вышли по этой вифлеемской звезде докуда это если мы понимаем все буквально это Венера есть ее просто не было на орбите она появилась на орбите засветилась вот она звезда то есть это исторический момент то есть с Венеры вот Венера вероятно и принесла сюда не то что заразу а то что помогло паразитам дальше концептуально уже захватить и идеологически и после того как Венера на небосуде утренний вифлеемская звезда загорается возникает христианство и возникает вот эта идеология подавления мировоззрения то которое мировоззрение было еще на земле я тут задумался ну так интересные же Звенигры тут царь Мострожевский монастырь тут храма Успения Богородица на городке 1390 постройки и монастырь они же все монастыри похожи на на крепости я все думал вот это вот это чужие пришли захватывали плац дары от кого они стены построили а когда я сходил к этому храму Успения на городке а городок это че ну вот это вот поселение первое поселение Зеленогородский 1390 год поселение и народ вкладывает мощные мотивационные сами не доедают грубо говоря а такой каменный храм строят и стен вокруг него не строят а в 1392 или 1393 году начинает строительство Савян-Старожевского монастыря рядом буквально метров 800 так че туда набегов не было а здесь были набеги или это для всех и тогда когда были набеги нужно было за стены монастыря укрываться и тут меня осеняет что все вот такие монастыри наши русские в центральной полосе России стоят в некоторых ключевых точках и везде есть олигарх это либо великий князь либо царь вот они молитвенники невъебенные да любой царек если выгоды нет он никуда не поедет вот они внутри Савян-Старожевского да везде вот лавра вот какие монастыри там везде есть царские палаты княжьи или царские палаты то есть народ строит какое-то техническое сооружение я сейчас пока удаляться в эти дебри не буду потом буду касаться потому что если видео не сохранится я все-таки попытаюсь завтра на ютубе может быть не знаю не пускай вот исторически не от народа не от народа своего как как объяснить ну вот просто читается раз царь приезжает тогда могут быть провокации да тогда могут быть набеги могут быть покушения на убийство вот поэтому стен поэтому и кто были монахи раньше я думаю вы уже догадываетесь обычные челядь прислуженные бойцы которые могли защищать ну то есть царь там Алексей Михайлович сюда приезжал или князь у него своя дружина плюс монахи там да плюс кто-то добровольцы вернее этих с ближайших деревень то есть это не вопрос в том что чужие какие-то ставили вопрос в том что на время пребывания нужны были стены потому что что-то стоит кран на городке без всяких и никто его не разорил и никто его по кирпичику не разобрал ладно правильно доходчиво объяснил не знаю вот это это монастыри что есть монастыри есть техническое сооружение необходимое контакта с предками звукорезонанс это все будем разбирать это все понятно и вокруг него строится некая инфраструктура и вот туда олигарх приезжает получить желаемое какая нахуй молитва молитвники сраные если бы не было это что-то вот не то что крайнее а мотивационная необходимость не народ бы не вкладывался в такие высокотехнологичные сложные сооружения каменные а там эти закомары там эти кризиси там все эти резонаторы там резонатор на резонаторе вот в этих древних храмах то есть это конкретно это какая-то чисто не просто бытовая а такая бытовая материальная духовная душевная потребность нужда нужность вернее нужность и это не только получение каких-то и контактов получение ответов на вопросы и контакта с духами или исцеления это комплекс который мы еще не знаем не предполагаем вот в комментарии написал парень про Московию не Москаль я же когда помните говорю один ли я слышу в слове Московия оковы какие-то вот ну он пошел дальше Москаль ось аль аль бо м мос аль мось к москва мось к ось к ось к ось духа м предполагается материнского духа да вот она констатистическими кругами это ось здесь вопрос кольца москвы это оковы или это обереженные кольца тут тоже пока категоричного ответа на этот вопрос нет ну по-хорошему бы так вот знаешь да был же от первен селед капитанов собрались бы блин поработали бы вместе бы где мне идти блять капитан хер бы его знал у меня у одного просто не хватает энергоресурса чтобы вот пробиться во все эти инфослои так ну вот москаль место очень непростое и не зря ребята Москва столица Руси не зря потому что вот когда загорается ремская везда вот на все эти храмы монастыри приходит христианство и тогда ставится иконостас а тут интересно я как будто вот сколько лет просто немного видел и не замечал вроде да вот 11 лет в христианской практике было много прошлое пребывание с 2004 по 2011 поездил по полуничьему здесь все иконостасы они не пришли в пизде руках они технологически не встроены в архитектурный ансамбль я тут еще внимательно к нашей присмотреться вот понятно что если я тебя в проекте заложен вот этот ну предел да то он будет как-то технически соразме как это слово сказать логичен а здесь нет приходит и вот на эти технические сооружения да то есть это иудейская скинье там закрывается горнее место и а у нас нужно закрываться вот эти иконостасы они приводят и что-то важное закрывают закрывают какие-то резонаторы вот этот момент в любой храм старый зайдите и вы увидите вот на новый храм который строится там в проектном решении уже понятно что-то есть иконостас и примыкание и сама вот это вот даже как сказать ну фреска фреск раз и попал полом или не пришли к чему руках то есть логики нет так вот а вот и как раз где этот момент а момент как раз 1700 год это 18 век но здесь как раз на все удивлялся подмосковные владения князей бояр вот влахерина в Кузьминках 1793 года я прикреплял фотографии с ними горгулями чудовищем вот они а почему они в ближайшем Подмосковье а потому что они захватывали под зданием закреплялись как-то и потом уже начинали с этого плацидарма дальше вносить свою идеологию вот они как раз в 700 годах Екатерина Петр I заход по северному пути морскому вспоминаем морское право да вот оно прямо читается все оно все на поверхности лежит как было как они заходили кто способствовало какая была предистория так вот влахерина ну а потом нет когда меняется что-то да почему они брошенные до сих пор многие брошенные до одни стоят потому что нет олигархов которым это было бы нужно вот если бы это все было бы как я еще раз повторяюсь все было бы нужно самому народу народ бы не был у нас бы не было разрушенных или обветшанных храмов такие вещи как монастыри условно говоря такие потянет только государственная казна народ вот в городище строил себе какое-то техническое сооружение вот у него на это хватало средств а потом когда сменяется власть и исчезает какой-то народ все эти строения приходят в упадок я думаю это понятно тут даже объяснять не надо как это все дальше происходит ну и что я хотел сказать и что я хотел сказать а что хотел сказать то и сказал я с этого зоопарка офигеваю просто просто офигеваю а что нам делать ну изысканий это много за эти полтора месяца я тут на болотах поработал успешно удачно теперь понятно в принципе а Илья Голов тут первого числа проявился блин ну как проявился сейчас все равно бесполезно но хоть что-то начал сам позвонил сбросил мне на сериал территория я сериал два сезона посмотрел в Пермский край я же в Пермский край собрался вот а я первый сезон два года назад смотрел я его как будто бы и не смотрел не помню но я к чему это говорю а то что там очень много как раз и рассказано то что само христианство и пытается исключить из нашей жизни очень немаловажный один из важных аспектов это духовный мир так называемый потусторонний объявленный бесовским ну и всякое такое прочее ну что все что-то я уже устал у меня такое впечатление что это кто-то задвижив стоит я их слушаю сейчас закончу трансляцию и выглянем и посмотрим ладно хоть бы кто-нибудь что-нибудь написал вы вообще хоть понимаете о чем я говорю кто-нибудь напишите мне вот сейчас ответ а я входу дверь открою никто никто не хочет ничего писать ладно ребята ну рекомендую переслушать коря поднимает руку давай обед микрофон только включи о все слышно да 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 слышно ну что все почти верно потом по поводу этой всей вот то что это что хочу сказать официальной истории так называемая получается что она верна если только поставить заменить слово открытие на захват вот вот официальная история вот мы открыли это 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 оно ну получается на картах она уже есть они еще только приходят открывать как так ну то что получается захватили этот самый то это открыли захват с Питера и пошел откуда с Киева пошел как официальная история это коля это наземная операция надо учитывать что это наземная операция это да да это смотрите ребят что произошло то есть второе поколение богов сражается с некими осьминогоподобными и видя что они победить по другому не могут они разносят всю среду которая была среда с восьми кратным давлением давление упало кислород и они уничтожают ради будущего будущих поколений ради самой матушки земли уничтожают и свою среду обитания и они погибают да да вы верны хуйня которая на забытых руинах это пиздец короче понимаете да я их почти не смотрю смотрю там много одной тоже повторяется идет этот зоопарк уже вот здесь стоит а дальше что а дальше они остаются в своей глубине то есть океаны принадлежат они там властных у них соглашение если мы берем сейчас у них соглашение что наши подлодки и наши аппараты в определенные районы ниже определенных глубин не имеют права заходить это любые подводники скажут 500 600 метр максимум все упад в водолодке прямо не в технических даже моментах у них инструкции есть куда нельзя им вообще сплывать нос это возможно это они есть захватчики а дальше чтобы ну надо же воздушную эту наземную среду тоже под контроль а как ее взять под контроль надо спустить на нее заселить ее неким видом который будет выполнять нужные им действия мы их выполняем да биороботов такой полу биороботов я я допускаю что здесь это еще сложнее тут как говорится да но я допускаю что как минимум три захватчика такая кодла шобла потому что у посейдона символ верховной власти трезубец ну хорошо один зуб это морские вот он 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 и генерал хорошо второй зуб в одну земные земные да там аполлон вот он вот он аполлон а третий ну какой духовный мир может быть духовным а если мы просто проще на это взглянем да какой может быть мир подземный подземный аиджи брат посейдона вот вот и сложилось а кто за ними стоит три четвертой вот они три черта вот они три черта то есть скорее всего цивилизация она захватила одна но три черта вот они три брата ах ах хвост четвертой забыли кто будет четвертый за ним прятится ну хвост ты три головы а здесь у нее хвост получается тоже острие тоже колит надо подумать ну все эти русские сказки про Змея Горыныча ну япона мать блин ну все на поверхности лежит правда ну как-то так так Коля ты куда-то пропал так у нас трансляция ну я-то вроде говорю он мне показывает не страшно что работает так так Коля ты еще что-нибудь скажешь или тебя выкинуло или что ладно давайте вот Николай Алексеевнов по-моему это самое выкинуло из трансляции ну ладно выкинуло да выкинуло сейчас чуть-чуть подождем может быть вернется у нас ицукен ицун не я по-доброму смею написал бы что ли и сказал бы почему цукен или это прям реально так или это псевдоним так Саня ты мне напиши Александр Аксенов напиши какие планы у тебя у тебя же были планы это рвануть в Москву на новогодние каникулы так блять полновогодних каникул уже прошло никаких капитанов капитанов пока нет все капитаны сидят по домам а может быть так и надо я не знаю может быть на самом деле так и надо ладно ребят все сам сейчас переслушаю свою бредятину чей-то поговорю вот увидимся завтра постараюсь не знаю может быть я из Вениграда подключу VPN я просто здесь с этого с Wi-Fi работаю но я же отсюда вот с этого думаю первое которое а что мы здесь делаем вот вопрос да а что мы здесь делаем люди первую часть записал уже спокойно записал сейчас опять что-то вот не дает завтра буду в Вениграде попробую по обычной мобильной связи подключить VPN провести трансляцию на YouTube ладно все ребят пишите там в чате в группе какие есть мысли вообще по тому что я наговорил так Коля стал участником трансляции Коля тебя выкинуло ты если хочешь поднимай только давай все в эфире сеть отрубалась пришлось быстро перезагрузиться суть мешает рядят дочует не то заговорили ну че вот у меня возникает вопрос кто 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 займи прячется этими тремя головами хвостом собакой виляет три головы мы видим нашли увидели а кто займи прячется четвертый ну темный господин какой-то с Юпитера опять хвост тянется или с Луны я думаю не с Юпитера я думаю что уран сатурн и Юпитер это это родственники и нехер на них переть и кто на них прет тот у того рамки в башке не так работают как надо я просто пока если есть церковные науки такая такая наука не наука а как апологетика апологетика это кто апологет это защитник веры апологетика это целая наука которая защищает миру а что это я не слышу аполог какую веру мы даже защищали апологетика ну вот он апологетик вот он тот тот апологетик который ну вопрос то в другом что мы это все снаружи искали сухопутно сухопутно а провернуть вот такую операцию как потоп это мощность цивилизации и с верховной власти так вот мы там никогда никогда не смотрели они вон они главные это морские те которые в океане и теперь мне лично мне становится понятным почему наши тела реагируют на воду луна завязана здесь а потому что очень много молекул пришлой воды они за счет вот этой пришлой своей воды они смогли взять под контроль практически все водоемы то есть вода же она проводник универсальный проводник и носитель информации и поэтому и бабы наши менструальные циклы у них лунные и поэтому приливы и отливы не потому что луна своей гравитации или еще что-то тут вопрос другого что есть на земле какая-то часть воды иной то есть структура практически одинаковая но отличается там по каким-то параметрам то есть вода чужая вот она мертвая живая вода тут сейчас раскрывать и раскрывать и раскрывать а мы на 80% состоим из воды поэтому что мы пьем то мы и есть и вот отсюда надо строить строить свое исцеление спасение прозрение надо строить ну не знаю как вы я начинаю строить именно отсюда со стороны воды вот она несколько лет у меня соедините несоединимая огонь и воду каким образом чего я никак не мог понять а потому что ну сколько вот это в этот резервуар луна в 5 раз меньше земли в 5 раз если мы понимаем все знают уже что она полная даже ученые если мы понимаем что это резервуар они с собой притаранли вот они открыли кингстоны выбросили на орбиту земля притянула притянула она выпала потом морские сошли вон она их они во-первых технически подавили исполина а потом ментально на уровне атомарном захватили то есть ну то есть своя вода планетарная да она сопротивляла ну как ее захватить ну то есть вот понимаете какой был вопрос потому что мы это же не сторона мистики это физика атомарная природа вещества квант ну вот все очень просто за счет того что это вода ихняя чужая так вот мы пока не переформатируем или земля не переродит эту воду так и будем так и будем на уровне угнетаемых и жить по морскому праву ну официальная наука здесь сейчас на Украине живет советские ученые еще в советских 60-х годах я услышал его лекции рассказываю но в Киеве живет но официально украинскую власть не признает он говорит 7 водородов официально обнаружено которую мы воду пьем используется 3 водорода 3 водорода в определенных смесях пропорциях которые мы потребляем которые у нас идет 3 только водорода используется из 7 официально признанных хотя открыто в то же время официальная наука не признает что только вот один водород есть и все нам в паре хотя он официально открыто в то же время я вспомнил и в этих поповские все эти храмы имел высокий доступ его допускали и в том же Израиле там высокое посвящение допускали имеет влияние я забыл вспомнил могу кто на Украине живет в Киеве как он называется этот академик советский еще в советское время тогда еще 60-70-80-е года что это если это не проводил 7 водородов нам 3 водорода используют вот цены цены коль спасибо цены дополнения вот мы сейчас четко понимаем что можно вода вроде бы одна она может быть разной да да чуть-чуть понимаем что состояние может даже вода вода твердый водород официально не в том что застывшим а кристаллом быть потом короче ладно найду когда сброшу ссылки и дам послушать слушать время будет молеку они вообще в каждом нечестие вода есть вероятность того что дотянуться они могут дотянуться до любого объекта на земле и влиять ну разным способом вот через воду вот они как действуют блин ну получается так тут кого-то троих назвал еще повтори посидор погон посидор аид и третий дожди да надо переслушать ну Аполлон это типа хвост подожди вот три головы этого самого которые корчат морские морские посидор он же генерал он же главный верховодик верхоглав подземный подземный аид аид да брат его а на земле на земле подожди ну я же говорил да да ты говорил назвал три я спрашиваю а кто-то четвертый где за ним прячется ты три рогатины а к ним это ты назвал который я спросил ладно я сам переслушиваю мы мы все вспомним еще значит и потом забыл а кто этот дубина которая ими управляет управляет их за ними прячется когда удар наносит дрели рожками да видишь как а ты их направляет их прячется так вот темный господин или темная госпожа вот кто-то все равно здесь потому что аполлон сам по себе это тоже инструмент то есть надо мы мы ищем одну одну паразитарную цивилизацию а здесь их как минимум три понятно понятно что мы справиться никак не можем с такой силой ну и вот он и представители королева папа римский и финансы это рокфеллеры ротшильда получается на земле открыто займет ну займет кто-то прячется тоже вот они третий и ходит байка что когда королева помирала она что она померла еще где-то в году пятнадцатом где-то четырнадцатом а до этого ее держали в холодильнике вот они то что завершили якобы сделку короче весь всю планету скупили и после того как эту сделку завершили они сейчас и после того этого они сразу ее решили захоронить поставили уже не королеву короля назначили уже сразу кстати байк это ходило сразу после этого смерти когда 22 или 21 год она померла официально ее хоронили весь мир туда там крутился и ходила такая где-то лет 5-6 ее в холодильнике держали а бегала за нее кукла артистка выставляли и по ручке махала ну как показывает говорю как показывает практика все намного глубже и сложнее чем даже мы предполагали да да то есть Рея Гера тут только боком тут что-то так напутано так нафиеверчено блин и с этой Венерой тоже непонятно да сама уходила где-то болталась потом пришла как только пришла загорелась как плембская звезда и тут опа на сразу идеология чужеродная да и подавление всех наших не просто традиций блин а всего нашего мировоззрения устоев и вообще короче ну и по большому счету когда начинаешь вот это все непредвзято читать ну и все 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 читается все и вот и получается что вот это Урал Сибирь Дальний Восток Севера Америки получается для них и была эта тира инкогнито для них закрытая земля и стала открываться она только после в середине прошлого тысячелетия вот у меня выходит это 1491 год когда по Куэлюму Шандарак или начал долбить поступает четко информация что именно в этом году в конце января было уничтожено разгромлен этот Куэлюм вот у меня складывается и еще другие исследователи там утверждают что где-то в этом около этого был отключенный генератор с засланным казачком который не пускал защитное силовое поле они не могли сюда попасть только после отключения вот это все и пошло у них сыпаться и он как раз была одна была в Омске вот эти Асгар вот эти все эти Куэлюмы еще типа Куэлюмы из этих объекта типа Куэлюмы эти вот беззвездные врата они тоже охранялись были силовые защитные поля я знаю за что говорю этим пользуюсь этим развиваю пытаюсь практически реализовать это самое направление остановить и вот этот защитный силовый поле был отключен именно в середине прошлого тысячелетия где-то примерно 1400 1500 год это было отключение было и как раз пошло освоение открытия Сибири как утверждает официальная история как раз совпадает с открытием ну а еще я вот скажу что каком в этом по-моему году 300-летие Пермскому краю древнейший край да да городу Томску блин 400 что-то 15 лет а а Пермь вот так вот да они больше 100 лет бились они понимаешь они тут низом южнее прошли прошли и ушли туда здесь а здесь бились еще 100 лет не могли захватить и вот тогда 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 перед возникло я за это тебе говорю что это у них то что не за открытием можно поставить на это слово захват и все и все становятся места или как этот Христофор Колумб поплыл открывать Америку а когда отплывал этот Меркатор печатает свой атлас как это так еще не открыли Америку не открыто Австралии не открыто до сих пор еще не видели официально такая техника Антарктиду она там уже нарисована как это так они еще нормально захватили Антарктиду например на примере Новороссийска ребят скажу потому что вы обратите внимание везде не только Черноморска побережья а везде по России есть некий плацдарм вот Новороссийска значит был основан 1838 год что-то такое это на каждом канализационной люке это выглядит а Абрау-Дюрсо где я обитал у друга в 13 13 километрах 13 а Абрау-Дюрсо 1870 ну короче еще 35 с лишним лет я думаю вы что это что вы хотите нам сказать что Новороссийск тогда значит основали а тут вы 13 лет не могли эти 30 километров пройти да потому что они плацдарм захватили и вот эти 35 лет они просто-напросто бились захватывали и вот когда смогли подавить остатки населения они дошли до Абрау-Дюрсо типа Абрау-Дюрсо а почему они в Абрау-Дюрсо потому что там тоннели возвращаемся просто просто те кто давно в теме они нас понимают а кто будет слушать впервые и нас смотрите это вообще ни хера не поймет но это не наша проблема вон все на Канаде есть а тут все типа ухватает этого добра и все кроме нас еще вот они я и говорю что они захватывали плацдарм и потом начинали расширяться и вот поэтому такая разница в датах а то что это извини вот мы сейчас заходим на территорию со своей техникой да мы в пределах 100 километров по окружности сразу будем влиять на эту территорию значит силы были сил было мало то есть их было мало да да все правильно то же самое еще тему Сочинской Олимпиады кстати напомню тут кстати подтверждает это самое ну значит там помимо всего их него открытие-закрытие там один спорту это магический обряд само понятное это ясно ну там было еще показано открытие-закрытие были показаны так называемые спектакли представления история так называемая и получается что сначала была одна мировая планетарная Русь не зря как-то у Путина спросили а где граница у России Русь а ее нет она везде то есть она кстати в Сочинской Олимпиаде там мы подтвердили начинает с того что планетарно все идеально хорошо никаких строений не было все это жили хорошо ну бац прилетает три лошади притаскивают черное солнце и лучи не как обычно от этого солнца наружу а внутрь как будто вот этот самый исследователь мужик говорит что они прилетели по какому-то переходу прилетели но я вижу здесь понимаю что пришли три вайтмары с соседней галактики и вот и начали тут захват это мое понятие дальше потом и появляются вот эти все храмы вот эти все эти постройки и начинается новая система уравнивания гармонизация потом бац приплывают три корабля и приплывают догадаясь в трех раз куда в Питер начинают они с Питера захват там карта Питера и на этом карте Питера дальше пляшут я смотрел в принципе и два раза пересматривал то что исследование этого мувичка получается три часа и потом пересмотрел официально всю процедуру всю это смотрел по-быстрям но смотрел ну а дальше они опять начинают все опять ломать переламы вот это романовское имперское вот эти все эти баллы так их всякая ломка и дальше девятнадцатый век ядерные бомбардировки прям там четко показали что была ядерная сплясали ядерную войну и после этого начинается всемирная индустриализация не только России но и всего мира как раз после этих ядерных бомбардировок в конце девятнадцатого начала двадцатого двадцатого века идет все это эти дела ну дальше потом на советскую эпоху как они нас держали ну тоже в своем своеобразном уроке все так хорошо красиво но в то время все это плелось и дальше начинается звездная битва и в конце этой битвы мощным ударом хоккеист наносит удар и все дальше сжигают они этот олимпийский огонь это открытие процедура процедура была в них дальше на закрытие там всякие пляски там пять очередные и самое интересное показывают что идет что идет к нам флот космический идет очередная проходит очередная драчка и все мир и блаши опять все все хорошо ну а дальше показывают всю масонскую работу все технологии основные там как они две царевны две королевы одна на земле играет свои спектакли а другая в облаках летает в облаках летает и потом к концу они соединяются вместе все эти начинают первым проект и дальше все эти масонские все эти дальше технологии показывают такое примерно видео там еще один а третий у него маленькая на полчаса анализ музыки какая музыка была использована в этом где что включали обратил внимание короче придется пересмотреть придется смотреть время когда будет пересмотрите я смотрел как сначала посмотрел кто что он нарыл и он почему он там на ютубе у него только затравка все остались сами исследования у него также в телеграме там выкачиваешь телеграме телеграме там у него на канале это проще посылки найти там у него далеко время прошло там ссылок много пытался до самого начала не просмотреть ну либо скачиваешь либо прямо с канала смотришь через телеграм он только на телеграме у него хранится эти записи давайте давайте все ладно давайте говорили я что Коля тебя попрошу сейчас видео а еще по поводу этого вот хорошо у меня такая мысль по-моему здесь надо делить минут по сорок клочками попробовать дело то что там объем файлов телефон не может проживать отдать где-то минут по сорок смотрим делаем паузу отключаем заново включаемся не факт я вчера пробовал раздельные нет на ютюбе не надо в телеграме попробуй выкладывать я вчера пробовал две минуты тестировал все равно видео не записалось аудио сохранилось это что-то может у тебя телефон что-нибудь да раньше это все нормально было они кстати настройки телефона тоже меняют по черному статьи гугль еще сильно не расслабляйтесь ребятки я даю приложуху официально скачанное было с гугл поставил а потом с обновлением она предложила и обновлять начало а не имеете политика не соответствует вы нарушаете политику гугла хотя она скачанная была под санкциями она оказалась вот коль я еще раз говорю что если сейчас опять вдруг видео сохранится я тебя попрошу качни пожалуйста наложи на видео картинку все добро я выложу на ютуб еще добро все сделаем все отключаем отключаемся с новым годом кстати тебя снова всех снова так так все Продолжение следует...